Друзья, всем привет! Всем я очень рад! Всех поздравляю с началом лета! 1 июня 2024 года, пол третьего на часах и сегодня страна отмечает Международный день защиты детей, отмечается этот праздник с 50-го года, а я думаю куда поехать нам? Пока думаю куда ехать, расскажу вам маленькую историю праздника в двух словах. Праздник, как я уже сказал, с 50-го года празднуется с 1 июня 50-го года. Основан он был, учрежден Международной демократической федерацией женщин. Была и есть такая собственно организация, которая была основана в 45-м году после войны. Там были такие видные деятели женского движения, как Долореса Барури, пассионария, знают все испанка. В общем-то продолжательницы дела Клары Цеткин и Розы Люсимбур, которые в свою очередь основали, учредили день 8 марта, который с 13-го года отмечается. В общем-то такое прокоммунистическое направление было, ну и остается у этого движения. Мало кто знает у нас в стране о нем. Так, сейчас скажу сколько градусов. 25 на политене, но по ощущению теплее. Тепло сегодня. В общем-то да, в 45-м году федерация женщин демократическая была основана, в 49-м они утверждают праздник для детей всей планеты. Ну, помним, да, какое-то время было много угнетенных в Африке, особенно в Азии, потому что освободительное движение началось только в 60-х годах, да, это такое знаковое время. 60-х год был, кстати, самый свободный для Африки. Очень много стран привело независимость, ну и детей, собственно, да, в этих странах. Эмансипация, феминизация и прочее. Не будем углубляться. В общем-то, с 50-го года этот день отмечается. В 49-м году в Париже они собрались, был конгресс, который проводится раз в 4 года. И учредили этот праздник. Просто я когда начинаю говорить про историю, потом остановиться не могу, забываю, зачем я вообще еду, снимать город. Сейчас решим поехать на Амур или на Дзенге прокатиться. Там парки Гагарина сегодня. Праздник детства с 12 до 5. Наверное, народу много, Дзенге гуляют. А вообще июнь месяц очень знаковый как раз для детей. Вот не знаю, так получилось или так специально рассчитывали. Ну, вряд ли, конечно. То есть все детские праздники международные выпадают на месяц июнь. Вот так вот получилось. 4 июня праздник детский, 16 июня. Ну, вот в ноябре еще есть, 20 ноября, в Международный день ребенка. Что-то у нас какое-то событие там, красивая акция какая-то, наверное. Осень. Спасибо, ребята, вместе. Доставай сразу осень. Какие-то сертификаты разыгрывают, школьная форма. В общем-то буквально через 3 дня, сегодня 1 июня, еще один детский праздник, Международный день детей, жертв, агрессии и войны. Вот такой весь праздник. Отмечается он с 1982 года. Потому что 4 июня 1982 года, сейчас я перееду улицу. 4 июня 1982 года, как принято было говорить, израильская солдатня, авиация совершила массовый налет на Берут, столица Ливана. Как раз гражданская война потом началась. Вообще 1982 год кровавый был на Ближнем Востоке. И вот ООН, Генеральная Ассамблея собралась, седьмое чрезвычайное собрание, конференция была. И они были потрясены, сколько детей погибло во время этих налетов. Там на сотни, на сотни количества было детей, мирного населения. И вот на Генеральной Ассамблее ООН решили сделать этот праздник. И с 83 года, с 4 июня, он особенно популярный в арабских странах. Палестина, арабы, вот они отмечают. Потому что очень много тогда детей погибло в тот день. Расхерачили там пол Берута. Вот видите, прошло 40 лет, опять все повторяется. Потом есть еще один праздник. 16 июня, через 15 дней. На этот раз уже День Защиты Детей Африки. Вот так вот он называется. Это наш уже перевод такой вольный. Вообще, в английском варианте, это День Африканского ребенка. У нас, видите, как бы слово защита добавили. День Африканского ребенка. Да, праздник отмечается с 91-го года. Почему с 91-го? Потому что в 76-м году, за 15 лет до этого, Произошел расстрел мирной демонстрации в Сауэта. Ну, кто вот из советского времени, мы должны помнить, это все освещалось. Школьники, студенты, недалеко от Атиханесбурга, ЮАР, вышли на демонстрацию с требованием отмены апартеида, То есть расовая сегрегация, белые отдельно, черные отдельно. И, в общем-то, в тот день их расстреляли. Там порядка, кто-то говорит, 300 человек, 400-500 человек погибло, детей, школьников, студентов. В общем, после этого начались волнения в стране, там уже рабочие присоединились, взрослые. Вся страна вышла, и вот считается началом конца апартеида. Кровавый диктатор, африканский Питер Ботта, был такой. Вот трясло страну 13 лет после этого. В 89-м году выборы все-таки они вынуждены были провести. И к власти пришел уже Мерсен Мандела. Ну, это отдельная личность, про него не буду рассказывать. В общем-то, символ освобождения Африки. Да, такой небольшой городок Соуэта. Расхерачили студентов. Такие времена были. Поэтому в 16 июня у нас день африканского ребенка. Ну, или как у нас говорят в русском переводе, день защиты детей Африки. Ну, и еще один праздник, который приходится уже не на июнь. Единственный праздник, да. 20 ноября он отмечается Международный день ребенка. Ну, я так думаю, это уже лично мои соображения, это уже ООН создала этот праздник в пику. Празднику, который отмечался с 50-го года, про который я вам рассказал, день защиты детей. Потому что тот праздник был учрежден якобы, ну, неформально, женщинами, прокоммунистическими такими. Там Долоры Сабарури, пассионарии, вот эти все, да, которые мечтали, грезили о социализме. Ну, ООН решила свой свойственный праздник сделать. Уже с 56-го года. В 54-м они его создали, 4 года, 5 лет спустя, после учреждения Международного дня защиты детей в 49-м году в Париже. И вот спустя 5 лет ООН решила свой праздник сделать. Ну, похожая ситуация, как вот игры Доброволи были в пику Олимпиаде в 84-м году, когда страны Запада бойкотировали. Вернее, Советский Союз бойкотировал игры в ответ на бойкот Олимпиады 80-го года. В общем-то, зеркальный ответ был. У нас были игры Доброволи в Москве в 84-м году при Константине Устиновиче Черненко. Вообще, фамилия у него была Черненков, В на конце, мало кто знает. Это тоже отдельная история. Черненков он был. Ну, судя по метрикам, по документам. Погнали, рванем на дземки. Надеюсь, не проколюсь нигде по пути. Маленько подкачал колесики, а то на полуспущенных дземок тяжело ехать. Ну и завершая тему праздников, посвященных детям. 79-й год был объявлен ООН годом ребенка. Даже сохранилось выступление Брежнева, где-то там в Японии. Записывает поздравления детям. Для японского телевидения, точнее, записывает. Можете загуглить. 79-й год, год ребенка, Брежнев выступает. Далось ему это выступление с третьего раза. Сейчас все это выкладывается, все это грязное белье. Человек воевал, ранение, челюсть не работала, раздробленная была. Причем, на самом деле, там смеются, малая земля, там и прочее, Новороссийск. Но это заверенные факты. Солдаты боялись идти в атаку. Он поднял солдат, будучи политрюком. Политрук Брежнев. И повел в атаку, потому что началась паника. Если б не Брежнев, всех бы поубивали на том пятачке тогда, в тот день. Это потом уже смеются, что в воспоминаниях Жукова. Жуков пишет, что якобы он советовался с полковником Брежнева. Это, конечно, уже смеются. Это поколение, которое воевало. Сейчас вообще упрощенка во всем. Никто ничего не читает. Вчера смотрел пару фильмов, якобы от историка. Куча просмотров. Там полторы тысячи лайков. А он такой бред несет. Просто бредятен. А люди пишут, спасибо вам, вы нам подаете такую информацию. Так приятно вас слушать. А он просто бред несет. Там ни факты неправильные. Там интерпретация вообще далекая от исторической. То есть рассматривает таких личностей, как Кагановича, Молотова, Сустова. Ну и делает из них просто дурачков каких-то. Ну вот там были старикашки, что-то там делали. Как они ходили, там какой пастой чистили зубы. Во что они одевались. Сидит, что-то какую-то пургу несет. Думаю, какая-то перхоть просто рассуждает о глыбах. Просто глыбящие были люди. А люди, ладно он там рассуждает, да. У меня убило то, что люди восхищаются его рассказами. То есть толпа, она в принципе нетребовательная. Фактам безразлична. Готова поаплодировать любому. Ну никто не читает. Вот они все машины. Все забито. Потребление, потребление. Супермаркеты. Да. Ну время такое. Время изменилось. Ценности поменялись. Просто я думаю, вы живите своими ценностями. Чего вы там рассуждаете? О Брежневе, о Суслове. Ну катайтесь на своих японках. Покупайте в супермаркетах. Упаковками. В колясках. И все. Не рассуждайте. Не суйтесь вообще в историю. Вам ли рассуждать? Смотрите, что творится. Сколько народу. Я не могу понять. Сегодня же суббота. Время ближе к прям часам. Откуда столько народу? Может авария какая-то? Вон что-то не галка стоит. Гаишник. Походу авария какая-то что ли. Сейчас посмотрим. Обычно это час пик в рабочий день. И то не всегда такая пробка. Или ремонт, или авария. Сейчас посмотрим, что-то там. Проблесковые маячки. Горят. Или на праздники. Может какие-то праздники идут. Ой, вернее на Силенке. Какие-то праздники идут детские. Не знаю. Вот. ДПСники стоят. Кстати, ГИБДД переименовали. Вы в курсе, да? Теперь снова ГАИ. Официально переименовали. ГИБДД. Аббревиатура уходит в историю. У нас снова ГАИ. Государственная автоинспекция. Смотрите, что творится. Я думаю, тут несколько факторов. Во-первых, день защиты детей. Во-вторых, жаркая погода. Ну, 25-26. А по сути, ещё жарче. Ну, в третьих, суббота. Смотрите, что творится. С ума сойти. Вообще, лето вчера началось. Вчера я почувствовал, что воздух прям по-летнему такой тёпло-горячий. Но сегодня ещё теплее. Видите, люди загорают. Ну, вот здесь вот дамбу делают. Ну, вот, продумали спуск к воде. Красивые ступенечки такие. Здесь идёт спуск, дальше идёт. Не знаю, где они остановятся. Может быть, закончили. Вон там, может быть, доделают ещё, а может быть, и нет. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. Перилы аж горячие. Нагрелись. А три дня назад, 29 мая, плюс три было. Ужасный холод был. Я залью видео на днях. Посмотрите, как у нас меняется климат. От плюс трёх до плюс двадцати шести за три дня. Красиво. Наконец-то что-то доделали. А тут два года экскаваторы, ремонты. То есть люди остались бессиленки на этом участке, по крайней мере. А сейчас вроде как всё возвращается. У меня, кстати, вся футболка мокрая. Я в одной футболке, в белой. И весь мокрый. Жара. Даму не закончили, основание сделали. Но там ещё до чистовой дёрки очень долго. Эй, папа, решай! Сигеево, решай. Слушай, что творится. Я, наверное, сюда сперва заеду. О, самолёт взлетел. С Гагарина, что ли, полетел. Грузовой, наверное. Сюда заеду, а потом дальше двину на Дзёнге. Смотрите, что творится. Сколько народу. А то сегодня меня спросили, где народ на набережной. Откуда я знаю, где. Может, погода плохая. Может быть, рабочий день. Я всего лишь снимаю то, что вижу. Это, я вижу, завершается. Тут, наверное, 12 всё началось. Смотрите, движ какой здесь. Невероятно. С ума сойти. Я вообще такой с Ивенки не помню. Дрючуха прям серьезная. С погодой повезло еще сегодня. Ни одного облачка нет. Спасибо международной демократической федерации женщин, которые создали нам такой праздник в ноябре 49-го года. И который отмечается уже 74-й раз. Видите, остальные праздники не прижились. ООНовский праздник не прижился. А самый первый прижился. Потому что идея высокая. Строительство общества, демократическое. Высокая идея не всегда оперечены на долговечность. Даже если они недостижимы. Социализм же, в принципе, недостижим. Сказка красивая и влечет за собой огромное количество сторонников, поклонников. Сказку не обязательно реализовывать. Потому что как только ты реализовал ее, она становится неинтересной. Счастье что такое? Это путь к нему. Само счастье, оно уже лишено счастья. Счастье, когда ты стремишься к нему. Вот этот путь, который ты проходишь, это и есть счастье. То же самое со всеми красивыми сказками. Я думаю, завтра тут движение будет такое. Погода стоит, выходные. Завтра воскресенье. Вот вам ответ, где весь народ. Почему на Амуре мало? Да я думаю, на Амуре сегодня толпа будет. Я обратно поеду, если у меня места хватит. Заеду на Натуре, чтобы. Офигеть, что творится. Там, наверное, вообще, Даша, если пройти туда. Да, нормально. А я помню эту силенку, когда здесь вышка еще стояла парашютная. Я приезжал сюда в сентябре, загорал. Вообще никого не было. Один здесь ходишь. Ничего вообще не было здесь. Просто вот трава росла, пусты. И трамвай ходишь. С трамваи выйдешь, идешь сюда, выбираешь место где-нибудь вон там, в деревьях. И обалдеешь. Прошло каких-то 60 лет. Все так поменялось. Смотрите, красота какая. Тарзанки. Ладно, двигаем дальше на дзенге. Смотрите, солнце такое нещадное. Люди прячутся от солнца под зонтиками. Очень сильное солнце сегодня. Маленькие балерины танцуют. Балерина от слова «байлар» танцевать по-испански. Видите, пока набережную на море ремонтировали, народ был вынужден искать места. Начали сюда все ездить больше и больше. А когда начали ездить, власти это заметили и начали силенку облагораживать. Получается, что есть огромный плюс в том, что ремонт длился так долго. За это время появилась вторая площадка, силенка для отдыха. Ну, будем надеяться, что ее не загадят. Будет все красиво. Потом поеду туда дальше, на свое любимое место загорать. Сегодня просто времени нет. 100 рублей место. Девушка запускает, говорит, где есть место, берет 100 рублей за стоянку. Ну, наверное, так и должно быть. Просто кому интересно. Иначе там непонятно, кому где ставится. Должен быть организатор. Направляющая и организующая сила. Как было записано в шестой статье Конституции. Коммунистическая партия является направляющей и организующей силы советского общества. Шестая статья Конституции закрепила статус безвыборный раз и навсегда КПСС. Потом ее отменили, ну и Союз распался. Так, надо проехать. Спасибо. Они что, до дземок будут идти? Я думал, я буду один ехать. Не буду столько, пипец. Вчера на парусе катались. Надо видео залить. Покажу вам, что на парусе творится. Там прям блаженство поймал. Такой располаган. Видите, как красиво сделали? Ну уже года три где-то. А раньше едешь на дземке, прижимаешься к дороге, опасно, страшно. А сейчас выделили с той стороны и здесь. Ширина метра три, наверное, где-то. Чуть больше даже. Что-то едут, как пьяные, вроде молодые. Руль туда-сюда ходит. Я не знаю, куда уйти от нее, чтобы не влепилось в меня. Так что лето, все по графику, без заставаний. Первое июня, и у нас лето. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Поселок Парковый, остановка. Народ, видите, гулять начал, появилась пешеходная зона, начали гулять с озёмок в город. Здесь прозрачка была, озеро такое детское, купались там. О, что-то осталось. Как её не пытались вывезти, всё равно что-то остаётся. То ли здесь, то ли чуть дальше, вот здесь она была в кустах. Прозрачка, да? Детский лягушатник. Первый раз в этом сезоне я на Дзюнге еду. Фитнес-центр, атмосфера. Вкусная точка. И всё остальное, сами читайте, тут целый кластер. Рай для потребителя. Потребляй, запотребляйся. Зашёл в супермаркет и вышел из вкусной точки. Качественно и быстро потратил деньги. Вот оно, счастье. Да, когда-то здесь ходили трамваи. Прямо сейчас еду. Там, где рельсы проходили. Четвёрка, пятёрка ходили. Пятёрка на вокзал, четвёрка на Амур. Два трамваи, которые связывали город и Дзюнге. Моя гавань, моя гавань. Как молитву я пою. Да. Некогда мне советскую гавань залить. Я вообще ничего не успеваю. Торманно ездить стало на Дзюнге. А раньше едешь и оглядываешься. Тирануть тебя сзади фарами или нет. Слева пошла Ленинградская. Мы едем дальше по комшоссе. Мне всегда было в детстве интересно. Это коммунистическое шоссе или комсомольское. Оказывается, комсомольское. Здесь столовая была. Сейчас комбинат детского питания. Так, а здесь я не помню, что было. Там столовка была. Здесь книжный, по-моему. Чуть не помню. Или здесь был книжный. 41-я школа слева от меня. Сейчас это 3-я гимназия вспомогательная. А здесь по-прежнему социализм. Вообще не меняется. Но это и хорошо. Можно сюда вернуться на машине времени. Сейчас это и сделаем. Дедушка Калинин. Всесоюзный староста. Какой только краской его не поливали. Так. Постсоветское время. Здесь, видите, вообще вот реально законсервировано. Я подтверждаю. То есть за десятилетия ничего не изменилось. Вот здесь вот слева. Здесь вроде асфальт был. Только плитку поменяли. Вот именно здесь. Здесь еще слева. А слева вот как были дома. Культ товара даже остались. Видите, советская надпись. Культ товара. И вот эта золотинка белая. Фольга. Фольгированная. Это все советское время. Я сейчас подъеду, сниму. Да. Так это мне было лет пять. Я помню. А до меня еще сколько висели эти буквы. Вот это СССР. Это реальный социализм, обновленный, с человеческим лицом, развитой, устремленный к человеку, гуманный, обращенный в будущее. Да, вот этот вот социализм. Эти буквы помнят. Речи и статьи на 25 съезде партии на 26. Эти буквы помнят. Принятие Конституции, закрепившей развитой социализм 77-го года. Леня стал председателем президиума, а не просто генсеком в последние пять лет жизни. Да. Буквы, возможно, поменяли на новые, а фольга осталась. Вот эта фольгированная основа. Видите? Да, тогда еще не было обращенного к человеку. Тогда был гуманный социализм, развитой. Так, с человеческим лицом он стал при Горбачеве. Обновленный при Горбачеве. Гуманный тоже при Горбачеве. Наверное, был обращенный к человеку. И развитой. Мне нравилось в детстве эти эпитеты заучивать. До сих пор их помню. Обращенный к человеку. Устремленный в будущее. Устремленный 21-й век. Как только они изощрялись в этих эпитетах. А потом стали кооператорами. Маргарита Суханкина сюда, приезжая с концертом. 16-го июня. Поклонники Миража, все сюда. Так, нам нужен парк. Но я все-таки хочу еще маленько вам Калинина показать. Здесь была очень хорошая союз-печать. Почтовые марки Космос продавали. Вот здесь вот на углу. Гошенные, негашенные. Ну, негашенные дороже. Вот здесь вот стоял этот киоск. А сейчас даже травы нет. Ой, неужели эстафеты больше нет? Потребовалось полстолетия, чтобы здесь сделали что-то другое. Это, наверное, плохо. Лучше по эстафете оставалось. Здесь культ товары магазин такой, да? Нет, я оговорился. Культ товары же мы там с вами проехали. Здесь было что-то другое. Гастроном здесь был. Гастроном. Творог в пачках. Знаете, такие мягенькие бумажные пачки. 22 копейки стоило. Творог. 200 или 250 грамм. Да, 22 копейки. Пирожное и картошка 22 копейки. Хлеб ржаной 14 копеек. Вернее, черный 14, который я сейчас люблю, покупаю. Самурска, Каравай. Вот это такое дальнее, весьма дальнее напоминание о том хлебе. Ржаной 16 копеек. Белый 22 копейки. По-моему, так. Да, 14, 16 и 22. Вот дом очень знаковый такой. Один из самых надземгах. Калимна, 13. Вон там даже серпумово сохранился. Я не могу приблизить. Вот на третьем этаже, где балконы идут. Вот видите, два больших балкона. Лепнина пошла, а там серпумово со звездой. Вон звезда героя. Видите, социалистического труда идет звезда. И по центру серпумово. Жилой дом, улица Калийная, 13. Постройка сталинская, 50-го года. Архитектор Демирханов. Охрана государства. Сталину жить еще три года. Успели построить. Это потом, в ноябре, 55-го, начнется борьба с излишествами. По хрущевской логике. Да, балкончики родные. Видите, родные балконы. Скажем спасибо товарищу Сталину за красивое в архитектуре и архитектору Демирханову. За то, что воплотил бессмертные идеи социалистического реализма в строительстве. Смотрите. Серпумолот раз, серпумолот два. Фронтально и в анфас. В профиле в анфас, да? В анфас это лицом. Надо потом сюда приехать, когда у меня будет хороший телефон. Для телефона старый, он даже не приближает. Все размыто. Надо будет снять вот эти лепнины, серпастые, молоткастые. Обязательно. Вот. Звезды. Звезды. А почему звезды? Потому что как раз в 40-е годы была учреждена эта награда героя социалистического труда. И видно, как раз дом строился к 50-му году. И решили воплотить то, что на тот момент было на устах звезду героя. Потому что были устремления, да? Работать, получать звезды. Стахановское движение. Но оно позже уже будет чуть-чуть. Не, по Стаханову не скажу. По-моему, довоенное это движение было. Стаханов, Паша Ангелина. Потом сюда приехала, это уже комсомольец на Амуре, Хитагурова, Вера Хитагурова. Хитагуровское движение. Ну да, она сделала клич. Девушки все на Дальний Восток. Но сама-то она жила на Западе. В 82-м году она приезжала на 50 лет к городу. Но здесь она не жила. Хотя призыв на всю страну клич сделала. Это-то дом пионеров до 85-го года. Даже до 84-го, наверное. Здесь стройка какая-то шла. Он стоял в запустении 2-3 года. До этого где школа какая-то была, или там техникум, или гимназия, этого я не помню. Потом его ремонтировали очень долго, года 2-3 где-то. И вот в 85-м открыли Дом пионеров. Так, едем пока светофор. Это универсам. Сейчас магазин Вера, да? Университет советская пошла туда дальше. Там стекляшка, 5-й магазин. Сказочный городок. За перекрестком направо. И перекресток с Левенградской. Это улица Калинина уходит дальше. Здесь райисполком. За этим зданием. Тут стояли деревяшки. Двухэтажные. Две деревяшки. Снесли. Тоже долго ничего не было. И потом уже построили вот этот дом. Автобусная остановка была. Я не знаю, сейчас она осталась, нет? А, ну вон остановка. 15-й, 16-й, 21-й. 15-й, 16-й. Они по кругу ходили, по 300. Один с одной стороны, другой навстречу. Поэтому мне смешно, когда сейчас 27-й назвали 16-й. Он вообще никакого отношения не имеет к городу. Дземгинский маршрут. Ну, москвичи приехали, назначили, постарались. Что-то не понял. Совхоз. Магазин Рассвет. 15-й. Что, 15-й маршрут, что ли, возродили? Я не понял. 15-й пошел. Ну-ка, пишите, дземгинсы. На совхоз ходят. Короче, получается, они совместили четверку. Четверку, наверное, убрали. На совхоз четверка ходила. Мы туда на рыбалку ездили. До конечной четверки. И там еще часик пешком. И на удочку карасиков, сазанчиков. Сазанчиков руками ловили. Как раз вот в июне, где-то числа 15-го, они на нерест идут. Ловили руками их. Вода падала там, по щиколотку. Один раз наловили там, не знаю, с десяток, еле доперли. На машине нас подвезли. Водителя угостили. Зато приперли этих сазанов. Вся ванна была в сазанах. Мы-то были школьниками. Как доперли, непонятно. А, мы как доперли. Мы сняли свои куртки. Знаете, такие были спецовки от строя отрядов с эмблемами такими. Бамовские спецовки. Короче, связали эти куртки вместе. И туда наложили сазанов. И вот так вот волоком тащили, пока нас не подобрал какой-то мужик на москвиче. И вот он нас довез до Советской. Ну, помню, ему один или два сазана отдали. Остальное там с десяток, наверное, у нас на двоих. А это дом 1-100. 101 квартира, потому что здесь. Поэтому называется 1-100. Ну, что, погнали в парк. Я думаю, там такой движ нешуточный. Парк имени Гагарина. Гагаринская улыбка ни с чем не сравнимая. Ой, народу сколько! Бюст Гагарина. Относительно недавно он здесь появился. Раньше обратно же. В далекие советские брежневские времена самолет стоял здесь. Фюзеляж. Я уже не помню, что там внутри было. Это что-то для детей. То ли там фильмы показывали. Кто помнит, пишите. Где-то вот здесь он стоял. Слева. Слева отходы. Где-то вот здесь, в кустах. Примерно, где сейчас деревья растут. Может, я ошибаюсь. Ну, он здесь точно стоял. Потом его убрали. А цены меняются? Вот тут я говорю. Почему? Ну вот, все больше и больше напоминает советское время. Толпы народа. Фонтаны работают. Видите, все по спирали. В истории все развивается по спирали. Сейчас обратно пошло на рост. Вверх по спирали. Со своими нюансами. Идет все вверх. Пошло развитие. Резкий обвал девяностые. Потом на месте топтались. Сохранить бы позиции, которые оставались неутерянными. Сейчас пошел рост. О! Че вам не советские дземли? В Одессе, кстати, собирали детей. Перед отправкой в лагерь Космос. Космос это от завода Гагарина. Пионерлагерь был. Итак, наша девица готова. Здесь их собирали, вот, и меня в том числе пересчитывали. Знаете? И отводили туда, вот на трамвай. На трамвае, на пещевой вокзал. Остайся народ! Поехали! А там я уже не помню, то ли на Омми нас, то ли на какой-то борже нас отвозили. В космос. Вот на чем именно, не помню. Было три смены. Каждая смена 21 день. Первая смена, вторая, третья. Первая смена с 8 июня. Там по 30-е, по-моему. С 9 по 30-е. Вторая смена. На неделю, наверное, оставляли, чтобы привести в порядок после первой смены. Передать во вторую. Пожатые поменялись и прочее. Давайте послушаем. Как интересно, здесь сцена сохранилась, а парки ЗЛК разрушили ее. Я вот на этой сцене на гитаре выступал, на классической, будучи пионером. Были такие смотры, художественная самодеятельность для тех, кто занимался в кружках. Вот здесь мы выступали. По-моему, я нежность играл Александру Пахмутову. Нежность на гитаре, на классической. Да, на этой сцене. ПО-моему, я нежность играл. Все-таки, как ни крути, а ядро Комсомольска находится на Дземгах. Вот мое такое мнение. Ядро все-таки на Дземгах. Завод Гагарина правит бал. Налоговое числение и прочее. Крадообразующие предприятия. Золка все-таки послабее будет. Ну и потом, город же с Дземгах начинался. Здравствуйте. Здравствуйте. Русские народные танцы. Какая красота. Да, обожаю русские народные танцы. Фронтальный вид вам дам. О. Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасно! Прекрасно! Умница эта красавица! Кручь аплодирует! Спасибо, девчонки! Замечательно! Продолжение следует... Сколько лет ему? Вот она, советская классика! Живет и побеждает! Сталинский фонтан! Это даже не Брежневский, Сталинский фонтан! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летний лагерь Да, космоса уже нет, просрали космос Для меня навсегда останется загадкой, как можно было просрать космос за воду, которую выпускают самолеты Су Искребители Запах попкорна Субтитры создавал DimaTorzok Трансионы работают Смотрите, очереди какие Субтитры создавал DimaTorzok Это что, все очередь, что ли? Ну-ка, я через нее проеду аккуратно Нет, да мы все равно пойдем к Леве Тут и взрослые катаются на аттракционах, и дети Здесь смотрите, какое пространство облагородили, общественное пространство И аттракцион установили Скамеечки В советское время такие карусели были Ну-ка, сейчас сниму для вас, красиво будет Кадр из фильма Приключения электроника, да, когда они на качелях На каруселях катаются Помните, да? Позабытые хлопоты Расстановлен век Вкалывают роботы Счастлив человек Мне интересно, поднимутся сердушки или нет Как они в советское время поднимались Или внизу останутся О, уже что-то похожее Во как Позабытые хлопоты Расстановлен век Вкалывают роботы Счастлив человек А вон русские горки Сейчас как рухнет вниз Сейчас мы крики должны услышать, если я прав Закричали Счастлив человек Какие великолепные цветочки Они у тебя на глазки А там дальше военно-патриотическое воспитание молодежи Сейчас вам покажу Парк Патриот Музыка А там есть здесь? Музыка Сейчас время такое, НАТО наращивает свой потенциал, накачивает оружие, враждующие режимы. Усиливается антироссийская риторика, поэтому молодежь, она с детства познает, что такое патриотизм, на деле, а не на словах. Агрессивный блок НАТО, пытаются взять кольцо, но кишка тонка. Пишите ваше впечатление о парке Юрия Алексеевича Гагарина, а я буду потихоньку двигаться. Пишите ваше впечатление о парке Юрия Алексеевич. Песня. 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 Всё. Песня. Песня. Вы знаете, я ещё чувствую запах черемухи. Где-то еще черемуха не отцвела, потрясающие ароматы, именно черемуха, а не яблоня, и вот дети рисуют с натуры, видите, художественная школа. И кто это у нас, типа, позовите, смотри, кто это? Люди фотаются с феями, две феи, украшения праздника. Поживешь? Ароматы такие непередаваемые, какая-то трава зацвела, что ли. Ух, вкусно пахнут травы так. Поеду я туда, до улицы Калинина и в город. Прям не хочется из парка выезжать, насладиться ароматами. Вот тоже дети рисуют с натуры. Моя, что вина в этом? Моя, что вина в городе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...